Округ готовится встречать День Победы. В этом году, как и в прошлом, праздничная программа будет сокращена из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. В первую очередь поздравят ветеранов Великой Отечественной войны. На сегодняшний день в округе проживает 65 участников войны. В оставшиеся дни все 65 человек, о которых я говорю, получат поздравления непосредственно в семье. Придут сотрудники общественных организаций, депутаты, администрации, почетные граждане, чтобы поздравить наших участников войны с этим великим праздником. 9 мая, как и в прошлом году, во дворы к ветеранам приедут музыкальные агитбригады. В их составе работники учреждений культуры, споют песни военных лет и поздравят ветеранов. 8 мая молодежь проведет акцию свеча памяти. Молодые люди соберутся в половине девятого вечера у Вечного огня и почтят память погибших. 9 мая в 12 часов дня на мемориале пройдет церемония возложения цветов и венков. Ее в прямом эфире покажет ТВР-24. Количество участников будет ограничено по соображениям безопасности, но в течение всего дня люди смогут самостоятельно приносить цветы ко всем памятникам и мемориальным доскам округа. В этот же день 9 мая не будет традиционного праздничного концерта на Советской площади и салюта, но жители смогут увидеть концертные программы в парках «Скидские пруды» и «Покровские». Мы предлагаем в этот день 9 мая в 22 часа всем нашим жителям присоединиться к акции свеча памяти, погасить свет в своих домах, квартирах и зажечь свечу. И это должно произойти с минутой молчания. 9 мая шествия бессмертного полка по городу не будет. Он пройдет в онлайн формате. На телеканале ТВР-24 бессмертный полк начнется в 3 часа дня. Ему будет предшествовать праздничный прямой эфир из студии Родонежья. Екатерина Фурсова, Кирилл Емельянов. Программа «События».